Женщина, лицо противоположное, мужчине по полу. Интересное определение, не правда ли? И все же мы вышли в город, чтобы узнать, согласна ли сильная половина Харькова к господинам Ожеговым. Ваня, вот что вы вкладываете в слово «женщина»? Женщина? Ну что можно вложить в это слово? Женщина – это прежде всего женственность, красота, доброта, любовь. Ну, женщина – это замечательное существо, которое гораздо ближе к природе, чем мужчина. Ну, женщина – это сопутница в твоей жизни, в будущем. Я не хочу меркотирного. Счастливо вам, всего хорошего. Все самое лучшее, что существует. Век – это животный. Да. Это вторая половина мужчины. Женщина – это прекрасно. Ну, женщина – это источник жизни. Женщина – это мать, женщина, подруга. Женщина – это будущая жена, которая может дать рождение моим детям. Человек, к которому можно относиться с любовью, с нежностью. Ну, такое нежное, красивое существо. Ну, женщина. Женщина – это цветы нашей жизни. Красота. Это половина мужчин. Женщина – это что-то противоположное мужчине, в то же время дополняющее его. А, допустим, когда вы знакомитесь с женщиной, на что вы, прежде всего, обращаете внимание? Все зависит от возраста. Когда я был еще очень молодым, я обращал внимание на косу, на ее разговор. Ну, а когда уже, так сказать, пришел зрелый возраст, ну, естественно, стал обращать внимание на что за что обычно, наверное, свойственно всем. Не, ну как, на внешний вид, прежде всего. На внешний вид, на симпатичная девушка, красивая. Ну, как? Общий язык сначала надо найти с девушкой. Ну, на лицо, на ноги. А на фигуру? Ну, чтобы фигура была. Ну, прежде всего, на то, как она одевается, фигура, потому что одежда определяет не в том смысле, что человека принимают по одежке, а это тот смысл, что у человека есть вкус, и, ну, значит, человек с умом, то есть с головой. Сколько вы девушек взяли себе в жен? Наверное, бы не брал вообще. Если можно, но одна хватает. Я тоже сам, я, почему? Может, это одна хватает, но... Нормально, больше не нормально. Я думаю, если бы я имел возможность выбирать жен последовательно, и они меня бы не бросали, то и я их, то, я думаю, было бы, наверное, три жены. Я бы одну. Тоже одну. Почему? Ну, а зачем? Ну, мы не привыкли к такой жизни, что вот как мы там с харемом и такого. Да, мы советские люди, ребята нормальные. Если бы я был султан, я бы имел три жены, как говорится. Одну. Одну. Она говорит. Почему? С одной бы справиться. То же самое. А вы можете описать, как должна выглядеть физически идеальная женщина? Ваше дело. С ног до головы. Физически? Ну, это, конечно, не женщина, когда... Ну, не женщина. Это уже не женщина, которая она культуристка. Напишите, вот, ваше дело. Тело, голландский бархат. Ноги для стройных осины. Желядка пиксичной птицы. Губы под светлежей крови. И длиннее длинных ресниц. Спасибо. А вы? Нет, для меня идеал Мадонна. У меня должна быть красивая фигура. Приятная внешность. Красивая походка. А конкретнее? Вы можете с ног до головы. Ну, в моем идеале это, скорее всего, темные волосы. Она брюнетка. Приятная внешность. Фигура хорошая. Элегантно одеваться должна. Она должна быть среднего роста. Имеется в виду физические данные? Или, конечно. Среднего роста. Среднего телосложения. Красивое лицо. Средней длины волосы. Пожалуй, светлые. Светлые глаза. Черты лица прямо и должны быть мягкие такие. Красивая грудь. Ну, не огромная, но и не маленькая. Средних размеров. Красивое лицо. Волосы такие, чтобы слить. Не обязательно. Очень красивые глаза. Тонкая талия. По сравнению со всем остальным, более-менее широкие бедра. Красивые ноги. Естественно, вечно только стройные. Высокая. Чтобы нога коренного зуба шла. Ну, какая она должна быть? Она должна быть стройная. Ну, в общем, все должно быть принято. Скажите, кого бы звезд хотели бы увидеть в роли своей жены? Ой, нет. Это тем более. Я все-таки человек активный, человек деятельный, говорящий много, действующий много. Поэтому мне жена нужна прямая противоположность. А не какая-то активная, деятельная. Это... Я просто бы ее не удержал возле себя. Ну, из зарубежных. Скорее всего, Мадонну, да. А вы? Наташа Сенчукова. А кто это? Ну, странная певица. Мишель Пайфер. Мадонна, пожалуйста. Ну, такой вопрос странный. Я бы скорее хотел сказать, что я бы свою жену хотел увидеть в роли звезды. По крайней мере, не Алену Апину. Если бы стали женщиной, какой бы дали первый совет с женщинами как лучшим мужчиной? Так, надо, прежде чем выбрать своего будущего допустимого супруга, надо, как говорят, десять раз отмерть и один раз отрыть. А вы? Надо хорошенько сохранять мудрость, каким-то хорошим поведением и отношения. Знаете, есть одна такая умная фраза. Сила женщины в ее слабости. Так вот, чтобы они всегда оставались с женщиной, не пытались быть мужчиной. Ну, нравится могут все, а любить можно только одного. Любите только одного. Быть поосторожней с мужчинами. Путь к сердцу женщины лежит через мужчины, лежит через желудок. Согласен. Не изменять. Может, чтобы поменьше выборков творили. Вести себя поскромнее, наверное, не знаю, не могу сразить. Мужчины должны поставить женщину на постумент, а, проходя мило, снимать шляпу. А? Снажись, ахламоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА